Служба в армии, она не препятствует обучению и в высших учебных заведениях, и в среднеспециальных, и в профессионально-технических и так далее. Сегодня же созданы все условия. Посмотрите, у нас в системе структуры образования порядка 12 вузов имеют специализированные факультеты и военные кафедры. Мы сейчас разработали проект указа главы государства о сетевой подготовке. Что это дает? В перспективе, если он будет принят, значит, те вузы, в которых нет военных кафедр, ребята смогут с этих вузов заниматься на военных кафедрах других вузов, близлежащих, и таким образом смогут проходить подготовку. Значит, они будут готовиться, там будут готовиться офицеры запаса, соответствующие сборы и так далее. Второй момент. Те, кто, допустим, отучился, получил высшее образование и, допустим, хотел бы продолжить учиться в магистратуре. Ну, тут нет таких серьезных препятствий, потому что, допустим, никто же не отменял службу в резерве. То есть это по несколько месяцев, несколько раз в году сборы. И, соответственно, мы сейчас отрабатываем нормативный документ, который позволит смещать учебный план и занятия для тех, кто, допустим, учится в магистратуре. То есть он учится, его призвали, допустим, на эти сборы службы в резерве, да, дальше он вернулся и подключился дальше к этой учебе, к своей научной работе и так далее, и так далее. То есть вот эти все страхи, которые сегодня пестрят там в интернете, в разных СМИ и так далее, и так далее, они надуманы. СМИ СМИ